всем привет с вами канал вкусные истории на своем канале я рассказываю и показываю как вкусно приготовить домашний зефир различные десерты выпечку и вторые блюда буду очень рада видеть вас на канале вкусные истории ссылка в описании к этому видео что тут мои девочки готовят девочки для девочки а мы тетя лени готовим подарок на день рождения сейчас сейчас капли миска 1 2 3 4 5 мы тут химич мы юные химики тетя лени делаем подарок это морская соль для ванны с ароматом эвкалипта анечка у себя на канале как раз для анюты нового канала видео снимаем у нее там будет подробный рецепт сколько какие пропорции как что добавлять когда и зачем у нее на канале я ссылочку на канал оставлю и ссылочку на это видео оставлю в конце видео конце этого видео ссылочку на ее видео вот короче я сама себе смотрите а в описании видео есть ее будет канал поэтому за посмотрите а сейчас мы тетя лени анюта и открыт очку приготовила читаю что ты тетя лени написала потому что мы потом тетя лени подарим снимем не снимем это у лены было день рождения уже давненько было мы никак не знали что же ей подарить у нее спрашивает перестаньте у меня все есть и мы так выпытывали пытали и тут они ведь мама это вами тетя лени сделаем сами морскую соль подарим у нее же ванна там есть то у нас там в душ этом в бане моемся давай сделаем то мы у нее тихонечко тетя лена вот почему мы спрашивали из-за зеленочку у вас звонили из-за цветы и ваши любимые я тут выпытывала как это знаете разве конспиратор да аню . для цветов специально спрашиваю какие цвета цветы вклеить и чтобы мы знали такую красивую сегодня открытку сделала и написала давай прочитать дорогая тетя лена поздравляю вас с днем рождения желаю вам счастья здоровья любви и всего самого лучшего и чтобы в вашей жизни произошло еще много интересного с днем рождения спасибо анечка приезжай к нам на дачу в гости сорняки и полочь в бассейне купаться клубничку собирать кушать так показывайте что вы тут делаете вообще-то он мне разрешает ему много есть да разрешает вот так вот тетя лена а я когда приезжала вы мне разрешали много есть а ты сорнячки не полола все будем дальше продолжать не снимать вы посмотрите как он смешно спит мы тут прикалываемся с него боречка солнышко ты моя это мы пытаемся отрыгнуть и никак не можем это мы в машине ждем папу он пошел в банк до он покушал я говорю давай отрыгиваю и он такой ты как старичок старые как дети малые да с ними улица вот это вот милашечку посреди какой милашечка так сверху с этой стороны как я его вижу вы посмотрите не трогайте меня тут я тут попукать стараюсь они такие смешные когда маленькие скажешь а не тут сижу рассказываю игры вы тоже такими были когда были маленькие сейчас как подумаешь тут сидим тоже смеемся с саниткой горит это подрастет будет ему полугодика говорю еще буквально парочка парочку месяцев и будет гоняться за джесси хвост тягать за котами они горит надо будет чтобы вы не наступить на него как на кота будет такой по полу ползать в доме летом и мы такие так обязательно перед тем как идти посмотри под ноги называется правило будь в семье потому что это же не таком возрасте когда везде везде под ногами это они на мотиве говорим тебе тебе сплюха ты наш я спать хочу красавчик ты наш губки бантиком бровки домиком похож на маленького как там его да какого-то там гномика голове с утра сто тысяч почему объясните папа с мамой что к чему еще пока вопросы не задает да вот как раз вот пока и домика похож на самого маленького мнения не там не так как-то по-другому в общем скажи зрителям всем привет и скажи пока не мешайте мне спать всем пока я тут наслаждаюсь у мамы сном на руках нашел готова мы тетю лену снимать не будем приехали мы к тетей лене и дяди миша сниматься не подарок готов на день рождения до задерживания был ой как давно уж не на простите лучше позже не жили никогда пока мы надумали что дарить у нас кошка бегает по потолку до морковка покажи как ты бегаешь по потолку давай давай выше ну хорошо теперь на потолок папа висеть спиной вниз так это падаешь давай вперед вверх так молодец молодец отлично у тебя получается еще все все ну ладно надоело тебе понял ребята сегодня 22 ноября и у нас выпал первый снег у темы с папой сгребать снежок да ясно ну ладно я сейчас тоже выйду с сашей ребята сегодня 23 ноября и выпал еще больше снега нам будет из чего делать юрту все целое а дорожка как хорошо не надо кафе не уходить не надо промел чистенько Чистенько. Динай, мы будем жить. Иди тоже. А я буду жить. Что будем уходить? На. А Каня, нажись. А думаешь, я хочу в Саше? Вспашешь? Нет. Ничего не хочешь? Что? Мы делаем юрту здесь. Мы заправились со стеной снег. А стены забираем. Оп. Саша мне дал хорошую идею. Мы там сделаем проход, а здесь сам будет юрта. А потом, когда мы закончим, мы обольем его холодной водой. И потом сделаем ход сразу. Раз. Два. Три. А ну, повтори. Купи две... Этих... Печки и стань счастливым. Печки волтера и стань счастливым. Приколист. Не, на самом деле, ребята... Мы активно обкладываемся печками, Боря говорю. Обкладываемся, чтоб тепло было, а то что-то я замерз. Не, на самом деле... Какая красивая. Подожди, я не могу прям, какая красивая. Семья огромная. Семья растет. Рот увеличивается. Тут тоже все увеличивается. Покажу вам что-то. У нас не владеет... Тихо, тихо, тихо. Ладно, ну давай, поворачивай сюда. Видишь, да? Вот так вот. Еще сюда надо. Такую же. Вот тут у нас подходит хлеб. Привет, Паша. Ты там на заднем фоне. Ай, да Саша там. Саша, помаши ручкой. Сашенька. Ручкой помаши. Да, вот так вот. Это волтера без конвекции. Это уже с конвекцией. Это новая моделька. Красненькая. Такая красавица. Черно-красная. Два стильных цвета. На самом деле, буду докупать еще эти для хлеба формочки, потому что, получается, семья растет, кушают много, и папе приходится практически через день печь хлеб. А так, чтобы поставить за раз, выпечь там 10 булок. Да ну, 10 булок. Ну, грубо говоря. Ну, Таня, 4 булки на 2 дня нам. Штук 6, хотя бы 7 надо булок нам выпекать. Я уже нашла, где купить эти формочки. Мы в «Энергию» покупать ездим. Слушай, получать, когда посылки какие-то, или вот в «Волтеру» ездили получать, нашли там оптовый магазинчик склад посуды. Вот я у них спрашивала, там у них формочки по 200 с чем-то рублей. Сказали, до Нового года закажут они. А знаешь, что я сегодня узнал? Ну. Смотри. Мне нужно было хлеб поставить вниз. Ну. Можно поставить вниз над самым тэном. А можно поставить чуть выше? Ой. Слушай, а что мы такой возможности раньше не пользовались? Не знал. Я сегодня нашел. Вот решил поделиться. А в нашей печке тоже в духовке в обычной? Нет, там ровной. Там ровная? Там ровная. Там без вот этой нет. А я никогда так не пользовалась такой возможностью. Точно? Слушайте, если надо чуть-чуть... Это высоко, например. Да. А это слишком низко. Перевернули. Кстати, ребят, у кого есть подобные печечки, то очень классная вещь. В общем, поздравьте нас с красно-черными цветами стильными волтерой. Ну, это я, да, показывала. Я обзорчик на такую плитку делала. Печь. У меня есть отдельное видео. Я в описании видео сделаю ссылочку на него, кому интересно. Ну, нам настолько нравятся они, что вот мы еще поддоны заказываем сейчас. Поддоны и сеточки, потому что у нас от Изидри уже, мы говорили, да, из-за... Все предстает. Мы уже выбрасываем их. А нам нужно делать пастилы много. Пастилы, там, сушить разные вещи. То мы еще закажем сейчас себе поддоны и сеточки нам нужны. Сеточки я оценила в этом году только на травы. Я тоже говорила об этом. Ну, в общем, поздравьте нас. Поздравьте. Ой, хозяюшки. Вы же знаете, что это такое. Подожди, Боречка. Я еще хотела одну вещь сказать. Вот просто уже убрала фотоаппарат, думаю, слушай, Боря, это же классно, пастилу можно в ней сушить. Кто-то нас задавал вопросы. Помнишь, у нас очень многие спрашивают, когда мы снимаем, как пастилу делаем, можно ли пастилу сушить в духовках? Можно. Но желательно брать духовку с конвекцией. Потому что, когда без конвекции, сушит сверху припекает и снизу припекает именно. Или там наоборот, ну, смотря где у вас тены. А вот если конвекция равномерно все обдувает, тогда можно сушить, люди делают. Берут пергамент, стелят ее на противень. Пергамент выливает тоненьким слоем жидкость для пастилы. Там перебитые овощи, фрукты. И сушат при открытой духовке. То есть немножечко приоткрывать, что-то здесь можно поставить или вот так. Можно так поставить. Деткам на обидчик. Покажи, какой каравайчик вышел. Ну, каравай это громко сказано. Хлебушек такой хороший. Лиски я сюда мало отдал, но очень хороший. Красавчик. Надо сюда побольше отдавать, и будет такой высокий хороший хлеб. Ой, Боренька, Боренька, солнышко. Я тебе сейчас буду памперс менять. Да, не плачь. Снимаем очередные пришедшие посылочки, чтобы вы знали, что они дошли. Вот одна посылка пришла от Науменко Оксаны. И две посылочки ваши дошли от Бородуля Ева Юрьевна. Ваши посылочки пришли. Спасибо вам огромное. То есть не помяты, не порваты. Будем сейчас их раскрывать. Очень вам благодарны. Спасибо. А ну-ка, ку-ку. Привет. Посмотрите, кто у нас завелся. Оооо, ты что? Ты кто? Шиповник? Аватар. Аватар. Ты аватар? Да. Аватарша. А это твое аватарное царство? Мое имя Нейтири. Имя Нейтири? Нейтири. Нейтири? Да. Ух ты, и Нейтири. Вот такие у нас аватары по дому бегают. Перед баней. Да. Мы им разрешаем раскрашиваться иногда перед баней, чтобы потом сразу нормально было смыть это все. Это краска для кожи. Для лица. Да, кстати, краска для лица. Ну эти, не краска, а... Как же называется? Гуа... Не. Гуа, что же для лица. Мелкие такие. Карандаши. Карандаши-фломастеры. Карандаши, да. Нет. Карандаши-фломастеры. Грим. Короче, карандаши-грим для лица. Карандаши-фломастеря. Грим. Грим. Граждой.